Бабушки в партнерах, они это никуда не длины. Человек думает, он приезжает и все равно видит это все. А тут есть несколько операций для тех людей, которые готовы это видеть и которые не готовы. Тот, кто готов увидеть керосинный шерфик, он может зайти на сайт и увидеть керосинный шерфик и перевести деньги. Потому что деньги это самое главное. Помощь, морально. Данять людей, которые уже готовы, что-то релик. А есть те, кто готов с этим столкнуться. И они поедут, слава богу, вместо своего взорного дома для престарелых и так или иначе с этим столкнутся. У нас есть также артисты, которые нам постоянно помогают, они ездят в эти поездки. И за счет, наверное, такого большого ухода в диджитал и привлечения медийных личностей, у нас есть возможность эту тему изрезка негативно сделать менее негативной. И люди постепенно к ним привыкают. Я знаю, что у вас также предлагаются разные активности для людей, которые готовы поехать. Потому что мои друзья, да, с вами в свои машины поехали. И я знаю, что они не занимались там чем-то несусветным, тяжелым. Знаешь, что они там селятся с собой гитару, по песне привыкли. Совершение верно. Есть разные инференции. Это как раз прекрасный идеиный фонд, который не боится пробовать новое. И они, в общем-то, когда приходят к нам, они всегда советуются и всегда слышат какие-то замечания. Они прекрасно понимают, что не все хотят менять подгузники. И есть те, кто может на машине привезти, те, кто эти подгузники поменяет. А есть те, кто возьмет с собой гитару и сядет в поле и устроит какой-то концерт для пожилых людей. И, между прочим, мы всегда очень рады каким-то творческим вещам. Недаром один из любимых подарков стариков – это детские раскраски и мобильные пузыри. Они очень любят и всегда рады с появлением, казалось бы, таких младшеев в своей жизни. Итак. Все, вопросов больше нет. А кто кого нашел? Да? Кто кого нашел? Если честно, это состоялось до моего появления в мобе. И, насколько я знаю, нашел фонд, все-таки агентство. И я знаю, что в прошлом году, так как мы очень быстро эту волну подхватили, и просто ценности фонда оказались очень близки нам. У нас руководство сразу сказало, мы готовы помочь им максимально. У нас нет каких-то рамок и границ. Вот на что у вас хватит креатива, и вы чувствуете, что есть ресурс, используя. Этот сайт мы делали за сквозь счет. Кабидаты оплачивают только, наверное, именно, и биджи. Спасибо. Скорком буквально две тысячи в год. А остальная работа и по сайту, и по съемкам ролика, мы искали варианты оптимизации. Ну, в общем, все это мы брали на себя, стоя на шке-доководство. И в прошлом году мы пошли на такой шаг и отказались от претворативных подарков для наших клиентов и так далее. И мы подарили клубочки, связанные с бодрскими спицами, с нормальной записочкой о том, что если они хотят помочь, то есть прекрасная вещь, через которую мы можем вместе помогать в поле. В заключение сюда приглашаются Мария Черных и Денис Пономарев из бюро «Вестак», которые расскажут, что все не так просто при работе про РОНО. АПЛОДИСМЕНТЫ На самом деле, когда мы готовили презентацию, мы ожидали, что здесь будет много водошвления, розовых единорогов, ничего личного, и как бы то, что здесь все помогает, это круто, и давайте с нами, но оказалось, что мы здесь буквально там внутри сообщества единомышленников, которые и так все понимают. Это хорошо. Поэтому мы здесь скорее всего уже расскажем то, что мы говорили при обсуждении этого. Ну, на самом деле, мы достаточно веселые ребята, но эту презентацию мы шли сделать без Ренчер Тайм, «Звездных войн», «Героев» и прочего-прочего-прочего. Это я такая расстроенная, потому что всегда в веселой картинке наша презентация выбираю я. Но на этот раз это не будет. Мы думали, что здесь будет сплошной шоу-кейс, поэтому наша презентация будет перекляться с мыслями тех, кто рассказывал о методологии. У нас практически не было кейсов, да? У нас чуть-чуть. У нас в основном все будет построено на каких-то вещах, которые мы за, собственно, два с половиной года работаем, пробуем, для себя выведем и положили в основу. В общем, ничего сложного нет, однако произнесем. То есть первое, к чему нас жизнь подтолкнула, это трезво оценивать свои силы. В начале у нас был очень большой прекраснодушный порыв делать классно и бесплатно, и помогать, и помогать, и помогать. Он до конца, конечно же, не исчерпан. Мы этим занимаемся, мы получаем это удовольствие, но мы на своих ошибках поняли, что на этом порыве очень легко не рассчитать свои силы, и начинать помогать здесь, 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 подписываться по вещи, которые ты не можешь реализовать в обозримые сроки. И тут начинается самое интересное. Начинается что? Начинается... Дело в том, что мы не совсем стандартная группа. Мы целонаправленно работаем с социальными проектами и фондами и получаем за это деньги. Трубона — это одна из наших частей деятельности, но, к сожалению, мы не делали никакого финансового расчета затрат на эти работы. Нужно сказать, что исполнителям мы платим те же самые рабочие часы, как они бы тратили на остальные проекты. И в порыве нашего альтруизма в прошлом году за лето мы не заработали ни копейки, при этом упахавшись и работая по 12 часов в день. И после этого мы решили пересмотреть свое ценное образование и, соответственно, отъехали, вот это жалко абсолютно, а мы выбили 10%. Эти 10% — это то, что мы откладываем на оплату наших исполнителей. То есть, смотря на текущий финансовый баланс и приходы, мы можем сказать, что окей, вот сейчас мы берем этот проект про вона и очередь открывается. А, у нас мертвый сезон, мы здесь ничего не заработали, нам хватает зарплаты, но работы и проекты идут в дальше очередь. На самом деле это очень круто помогает. И этот слайд, дальнейшее, очень много про то, что нужно учиться отказывать. Потому что приходят проекты, они классные, и мы классные, и они решают классные проблемы. И вот прям вот хочется взять и вот, а нет. У тебя нет классных денег на оплату. У тебя нет классных денег. Всё? Да. Собственно, рассчитывать свои силы и закладывать уже это в новое ценное образование. Второй момент. Значит, зачем же все-таки мы этим занимаемся? С одной стороны, конечно, когда мы растем профессионально, мы рано или можно приходим к такой ситуации, что делать раньше, делать дальше одно и то же, в общем, просто становится не очень интересно. Пусть что-то большего, что-то более осмысленного. Но этого недостаточно, чтобы заниматься программной деятельностью постоянно. Такой подход нужно использовать для того, чтобы раз в полгода что-то решать, делать, увеличить саму мотивацию, какую-то свою карму, закрывать. Но не постоянно. Соответственно, если мы постоянно подписываемся в бесплатные проекты, помогаем, а какой мы от этого получим всё-таки профит? Пусть это не деньги напрямую, но хотя бы, может быть, косвенно. Или что? Собственно, мы стали об этом думать, вывели, какие вещи нам могли быть интересны в обмену нашу работу. Вот. И практикуем это дело. На самом деле это то, о чём нужно говорить с проектами до начала сотрудничества. То есть, если вы берёте этот проект бесплатно. Окей. Всем всё хорошо. Но что вы получаете от этого НКО, этого активиста взамен? Это могут быть упоминания в публикациях. Это могут быть публичные отзывы. Это может быть приглашение на профильные мероприятия. Да? Но с той стороны НКО тоже должно понимать, что они что-то дают. Кроме как спасибо и все молодцы. А здесь я хочу рассказать о нашем проекте. Это Red Balance. Сайт о мышечной дистрофии Дюшена. Это для нас очень важный проект. Кроме того, что это люди, которые стали для нас близкими друзьями в процессе работы, это проект, который мы довели после Хакатона. Они победили на Хакатоне. И мы предложили им, соответственно, ведение проекта дальше, как в рамках нашей уже круглой деятельности. Мы его довели. У нас там были бюрократии. Мы консультировали их с точки зрения бюрократии, что делать дальше и так далее. Мы с ними сотрудничаем в дальнейшем. И одно из наших важных условий было то, что нас будут упоминать во время хотя бы ряда публикаций. Потому что у них были договоренности о том, что это первый подобный проект в России. Это родительский проект, это очень клевая история. Мы сделали дайджест, это наша специальная такая афишка. Мы любим рассказывать всякое, что нам интересно. Где было, соответственно, трехсторонний рассказ. Это история от ребят, от теплицы, которая организовывала Хакатона и зачем это все. И как бы наши, и наша история этого проекта. Вот. И как бы одна из этих публикаций, кроме профильных изданий милосердия, это вот это все. А у нас было написано на Вандерзине. И как бы неплохой приход на наш сайт с Вандерзина был нам очень приятен. Вот так вот. Да. Не все проекты, конечно. Да. И мы считаем, что мы с этого получили профита гораздо больше, чем стоимость этого проекта. Ну, плюс для нас еще сам проект был интересен, как сделать хороший лонгрид и прочее, прочее. Это тоже, в принципе, отдача, которую мы получаем. Значит, такой момент, как организация самой работы. Стало понятно, что для повышения эффективности надо интегрировать эти проекты в обычный рабочий график, решать все вопросы совершенно так, как с коммерческими заказами, такое же общение, брифы. Собственно, что мы упоминали. И, может быть, даже будет неплохо, если для исполнителей не будут расставлены акценты. Вот это платные, вот это бесплатные. Вот это мы делаем, почему мы молодцы. А вот это, потому что нам платят деньги. Потому что исполнители все равно получают деньги за свои трубы часы. Вот, поэтому степ заказов коммерческих и некоммерческих это такая единая строка блинов, в которой даже не важно, что, когда мы делаем. Все совершенно поставлены на одни и те же рельсы. Это отрывок из вашей базовой сетки. Вот, все доходит до того, что мы интегрируем всех наших клиентов, большинство наших клиентов и представителей НКО как клиентов. Бискэмп. Мы обучаем НКО пользоваться бискэмпами. Я считаю, что это большая наша заслуга. Вот. Для наших исполнителей не имеет значения, какой проект они делают. Им об этом не говорится, они об этом могут узнавать впоследствии там. И за коммуникацию, потому что все на друльяшке очень милые. Включается, чайный тишок как-то не выделил. Ну, он уже не в полный момент, по-моему, работает. И, соответственно, для нас это стало еще одним моментом в работе с командой. Потому что нам нужно, чтобы наши исполнители были неподадушные люди. Потому что чем менее мотивирован дизайнер, чем больше работы тратит арт-директор и руководитель проекта. Это мы тоже прошли. А как бы это абсолютно не имеет смысла. Вот. И когда исполнители узнают, что они работают не просто так, что у них здесь клевые проекты, которые еще делают что-то важное, а им за это платят деньги как всегда, это их мотивирует. Плюс еще такая интеграция позволяет нам убрать шоры. Понятно же, что во время как бы финансового планирования части бесплатных проектов все-таки приходится чуть-чуть отодвинуть. Понятно, что у нас есть какие-то жесткие дедлайны. Вот. Но представляя нормальные дедлайны в этой сетке, в у нас получается именно делать все на поток. И все довольны. В позитиве. Да, о позитиве. Так или иначе, лучше всего, когда и фонд получает, в общем-то, хороший результат, и фонд в итоге доволен, и мы получаем вот общение с фондом или с НКОшечкой, он будет радость общения хотя бы. Потому что в итоге, конечно, нужно стремиться к обходу конфликтных ситуаций все-таки, искать где то, что тебя поддержит, заставит двигать этот… Ну, есть все-таки НКОшные проекты, при этом они тяжелые, которые не очень складываются или начинаются какие-то проблемы с исполнителями. Вот все равно хочется искать позитив, его нужно обязательно искать. Потому что вот эта вот социальная нагрузка, это действительно классно, здорово, но это не всегда весело, это не должно быть весело. Это может быть даже не очень приятно, но должно быть позитивно. мы пытаемся его искать в общении с фондами. Как пример позитивный, это наша работа с Центром разных возможностей ВЕРХ. Мы с ними сотрудничаем все эти 2-2,5 года. Это наш первый проект как в кругу. Велика Матерна Владимировна, не без Даши Алексеевой, которая привела нас в этот век, а потом уже в общей рецешок, за что ей большое спасибо. Мы… В какой-то момент у нас было… возникло дрение достаточно серьезное и мы просто пришли к ним на встречу и сказали, что, знаете, если вы хотите дальше продолжать с нами работать, и он ему все друг другу очень понравилось, у нас там уже было хорошее соотношение, вы больше никаким волонтерам ничего не отдаёте по дизайну. Потому что иначе мы не можем показывать вас портфеля. А у них были до этого волонтеры, которых они не хотели обижать, которые делали кучу всего разного. У них не было брендбука, у них было четыре варианта оранжевого брёбаного цвета и шрифты. И в дальнейшем мы решили, что как бы хватит. И нам очень важно, чтобы это общение было двустороннее. Чтобы к нам относились хорошо, это всё строится на самовложение. Причём, если вы что-то готовы получить от коммерческого клиента, но вам всё равно придётся с ним встретиться и говорить уже, чтобы ребятам больше так делать нельзя, то есть здесь всё будет гораздо труднее. Потому что сейчас у нас есть один из проектов, где... А к этому мы перейдём. Да, ладно. В случае сверху никто никого не обижал, мы нормально поговорили и мы с ним очень хорошо. Но кризис должен мог начаться. И я бы сказал, что рано или поздно он должен начаться, если вы играете в какую-то длинную пробованную игру с одним, собственно, заказчиком. Вот. И здесь как раз вопрос кризисов. Кризис в военноотношениях с клиентом одно, но вопрос команды иногда ставит просто в полный рост и рискует поставить крест на каком-нибудь очень благом начинании. Собственно, что мы поняли, что короткие пробоны истории, они делаются очень классно, быстро, в лёд, все довольны, все не успевают заметить, как это заканчивается. И оно вплетено в череду коммерческих проектов, которые, как правило, более длинные. А вот когда наступают длинные пробоны работы, которые сопряжены ещё с непростыми осуждениями, с действиями третьих лиц, с какими-то предыдущими договорённостями, это иногда превращается просто в какие-то очень болезненные ситуации. И здесь, если на этом фоне начинаются проблемы с командой, заболел, обиделся, решил не работать, бросил на пол пути, то можно попасть в очень непростую ситуацию и такую у нас тоже есть. Мы молодая, небольшая студия. И понятно, что первые два года мы тратим на то, чтобы собрать хорошую команду вокруг себя. Из-за кадровых перестановок, вот, у нас был очень большой проект с Роу Перспектива, мы сейчас его допиливаем, вот, это сайт кинофестиваля «Кино без барьеров». Там безумно сложная структура. Старый сайт был сделан на самописном движке в 2002 году, имея базу данных такую, что просто невозможно. И из-за того, что у нас была смена кадров, мы сняли две команды программистов внутри себя, да. Мы меняли дизайнеров, и там, часть работы, часть хвостов брала на себя изменить. Мы не смогли в полной, и этот проект, мы там пришлось постоянно отодвигать, мы не смогли в полной мере потратить время. Это не считая проблемы с стороны заказчика, кстати. Проблемы в команде были только у нас. Проблемы в команде пошли и у фонда. Потому что большие фонды – это всегда сложная структура. Там очень много каких-то исполнителей с одной и с другой стороны. Они все работают бесплатно. У них у всех нет каких-то профильных знаний. И в итоге в текущей переписке по этому проекту у меня 8 человек мне звонят с трех разных телефонов с вопросом, а когда у нас будет готов сайт, извините, мы не получили контент. А, ну контент должен был прислать сначала Елизавета, но мы переключили его на нашего технического специалиста Александра. Я знаю, что там есть недоработки по его словам, но он сейчас в Астрахани и, наверное, с вами свяжется, а я ничего не понимаю в этих технических штучках. Говорит мне третий менеджер, который спустился до фестиваля, тадам, 19 дней. И то есть у нас в итоге из-за того, что мы взяли на себя достаточно большой проект, при этом у нас случился кризис внутри команды, случился кризис, фонд тоже не был готов к такому большому проекту и полностью переработки. Потом у нас, когда уже пошло оберзкой, не хотели все сдавать, оказалось, что им логотип вот эта вот елочка тогда-то давно сделала какая-то известная тетка-художница. Женщина. Женщина. Извините. Не художница, а художница. И она передала логотип в месте, где было соглашение с неполными авторскими правами. Кстати, интересно, если ты руководит. И оказалось, что просто то, что мы предлагали, а нам никто ничего не передавал, у нас не было даже логотипа в векторе. У нас не было никакого там гайдлайна, и мы такие, опа, давайте сделаем это все зелененький. У нас была идея в том, что у каждого раздела будет свое цветовое кодирование, использование фотографий. Это все было очень стильно, в этом была идея. Но тетка это увидела, извините, женщину, художник, и сказала, что подождите, а у нас по договору это все невозможно. Я такая спрашиваю, извините, извините, а по какому договору? Ну как же, у нас же были разработаны гайдлайны. Простите, какие гайдлайны? Они нам просто ничего не передавали. Так, а вы спрашивали, мы спрашивали, мы спрашивали. Они сказали, ну мы сейчас вам пришлем, что есть по фирменному стилю, и все. Но если тебе не присылают фунт гайдлайны, а не присылают джипе, то тебе подозревают, что у них реально больше ничего нет. А будто казалось, что они обязаны согласовывать все промо-материалы стилю автора, и у них неполные авторские права. Договориться с... С ними договориться никак не получилось. Песик очень грустил. А потом оказывается, что этим сайтом занимается пять человек, которые передают друг другу, друг другу, эти задачи, и ни у кого нет четкой картинки. В итоге что? Ну, в итоге... А, в итоге они, не запомнив контент, сейчас перенесли на основной домен сайт. Сейчас он будет как бы заполняться в каком-то ускоренном режиме. Наши контент не получали никаких висей несколько недель, и не могли это сами сделать. Вот. И, ну, мы закрыли глаза. Ну, в итоге там еще начинается клиентский прах, потом вдруг появляются или что-то какие-то вещи исчезают. В общем, получается хулово. Да, и это вопрос как раз по поводу сайтов. Да, то есть если вы делаете фирменный стиль, у вас есть гайдлайн, который подписан, это законченная работа. Все клево. Если вы делаете там большой буклет, брошюру, это законченное издание. Вы это хорошо печатаете и всем отличным. Сайт – это то, во что полезут исполнители руками. Не соглашайтесь, без гайды сделайте сайты и все. Гайды нет, нет. Мы говорим как раз, мы говорим о том, что у нас есть ошибки, которые мы научились и хотим об этом рассказать, чтобы этого не делали все остальные. И, в принципе, нужно быть готовым, что сайт – это живой организм, который будет что-то упростать. Тем не менее, тут мы доходя до конца презентации возвращаемся до некоторых степеней в начало. Это желание помогать, все-таки смотря на что. Его нужно оседлать. Невозможно помочь всем, пусть даже классным фондам, пусть даже очень нуждающимся в помощи дизайнеров и, может быть, даже вашим знакомым. Собственно, нужно выбрать, с кем вы будете работать, рассчитать свои силы. И можно так сказать, что вам не нужно больше новых заказчиков пробуона, потому что текущие 1, 2, 3 фонда вас загружают выше крыши, и вот только в этом случае вы не умираете. или не начинаете производить решения, о которых потом будете сожалеть. То есть выбираете, с кем работать, по каким-то принципам. Наш основной принцип существует, как они должны быть клевыми. Кстати, об этом говорили чуть-чуть. Да, то есть мы об этом говорили, то что если вы работаете с кем-то бесплатно, вы должны получать удовольствие в процессе общения. Если на уровне переписки первой встречи вы чувствуете, что там могут быть проблемы, надо отказывать. Потому что если вы готовы решать проблемы с коммерческими клиентами, с юристом, повести себя как-то более жестко и так далее, то здесь этого не получится. И для нас важен вот этот вот клевость человека. Потому что чтобы мы заразились этим проектом, и мы хотели бы его развивать. Или идеи, я имею в виду, человека. И там должны быть такие люди, которые тоже зарядут этой идеей. Потому что сейчас, откатывая назад, я понимаю, что эти проекты, с которыми у нас что-то не получилось, и на ошибки, которые, к сожалению, сейчас можем говорить о том, что мы не советуем вам делать так, что были какие-то косяки уже на первой встрече. Это, на самом деле, относится к коммерческим проектам. Потому что, ну, чтобы расти, развиваться, не надо работать с чудаками на выходе. Да, в этом написано куча статей. С точки зрения сладной работы, тем более. А это клиенты, которые работали на лист. Да, это наш пробу на лист. И смотрите, ну, за два с половиной года восемь заказчиков, для которых сделано... Закончены работы. Закончены или в процессе, практически закончены, но со многими людьми мы работаем регулярно. Вот они и дают нам ту самую пробу на очередь, на которую мы откладываем 10% прибыли. То есть, пардоните, 30% прибыли, 10% власть себестоимости продукта, который мы продаем. Да, и вот такой момент. Может быть, даже не стоит ограничиваться исключительно благотворительными организациями и социальщиками, потому что есть и другие возможности поработать в пробу ООНа в смежных областях, что разнообразит вашу жизнь. Вот, скажем, музей декоративно-прикладного искусства это не про фонды, это музей, и у него, конечно же, есть бюджеты, но у него есть проекты, на которые не хватает этих денег или там просто нет, а хочется, чтобы наш город, наши музеи в глазах туристов и даже наших соотечественников, которые там бывают в инстаграмах, тоже выглядело хорошо. Вот, или штандарт, который вообще отдельная совершенно история, которую мы очень любим. И на самом деле тут очень важно понимать, что это какой-то путь, да, то есть если как только мы соглашаемся там, ну у нас такое было, мы работаем под пробу ООНа с трансплантацией ЯЗА, делаем клевую идентику, иллюстрации, нам все это очень нравится, мы абсолютно как бы меняем представление о трансплантации органов, и визуально это подаем вкусное и интересное, у нас дальше идут клиенты по медицинской теме. Да, то есть вот как бы, в музее у нас есть такой же кейс, у нас это мы еще не публиковали нигде портфель, потому что со стороны музея еще нет фотографий, соответственно, готовых материалов, но у нас уже есть в работе коммерческих проект по музеям. Ну как-то так это получается. В целом... Спасибо. В целом все. АПЛОДИСМЕНТЫ 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 Да какие уж вопросы, мы же обсудили за это время... Да, спасибо вам большое. АПЛОДИСМЕНТЫ АПЛОДИСМЕНТЫ Я знаю, что у нас в зале есть Константин Поливанов, у него не будет презентации, но если вы хотите вкратце рассказать о себе своих проектах, то буквально две-три минуты... Хотим послушать? Нет? Ну тогда в любом случае... Или не пригодился как-то? В любом случае я вас приглашаю, и... как активного участника пасеки, и активного... работе на сайтах. АПЛОДИСМЕНТЫ Сейчас буквально десяти минутная кофе-пауза, и будем слушать несравненную Анастасию Гулявину про проплона в России и мире. АПЛОДИСМЕНТЫ